Так, сегодня 28 июля, начинаю готовиться к медокачке потихонечку. Еще в ноябре приобрел стол для распечатки рамок. Брал я его в организации Челотехника, вот этот сайт. Если кому-то сразу интересно, чтобы потом ссылки меня не спрашивали, можете там найти. Приобрел стол профи, был он в ноябре со скидкой. Лучше такие вещи брать заранее. 8,190 я за него отдал. Доставка, по-моему, рубля 2000 или 2500 получилась. Так, значит, мы имеем здесь все болты, гайки, кран, подставка для распечатки рамок, для упор. Крыша, сам резервуар, сито, сито перфорированное. И корзина для заброса, вот так. Это корзина, это сито. Четыре ножки и сам резервуар. Ну все пока в пленке, соберу, потом это сниму. Царапины есть внутри, не знаю, наверное, это не критично. Невживейки. А что тут они пишут? Так. Невживейщая стали 0,5 мм. Марка 430, применяемая в пищевой промышленности, обладающая кислотостойким действием. Вес изделия не более 20 кг. Габаритные размеры. Длина 1180, высота 870, ширина 490. Так, приступаем к сборке. Так, ну все, я собрал. Ножки прочные. Шайб в комплектации много. Можно внутри делать пошире, побольше диаметром шайбы. Снаружи гайки вот такие. Забыл как называется. Ну короче, не поцарапаешься, а болты. Резервуар. Здесь будет штырек, сито. Все, сейчас надо помыть и потом уже покажу в работе, чтобы сейчас долго не задерживать. Как говорят на телевидении, не переключайтесь. Короче, все собрал. Сейчас мы его помыли. И в процессе увидели такую небольшую проблемку, что даже вот эти вот царапины внутри такие острые, что зацепляют ворст ткани. А вот в этих местах можно поцарапаться. Например, вот на крючке. Вот в одном месте, просто как бритва, 5 сантиметров. Просто можно по забывчивости полоснуть по руке так, что... Сейчас я покажу. Значит, кран прикрутил. Хороший кран. Резиновые уплотнители здесь и там на открывашке. Устанавливаем так сито. Резервуар для забуса. Упор для рамки. Здесь прилично штук 10-15 сантиметров можно накапливать. А потом вот так накрываем. И он целый год стоит накрытый, хорошо. Пыль не летит. А вот не попал. Немножко погнулось. С этой стороны погнулось? Или вот здесь? Видимо, при транспортировке. Ну, слава богу, он закрывается нормально. По высоте вроде бы неплохо мне. Все, дальше покажу работу. Тут придется вилочкой, потому что рамки не утолщенные. И вот сюда ставим. Так, продолжаю качать. И тестирую заодно стол, получается. Вот первый раз открываю кран. Поставил сюда ведро. Пластмассовое сито двойное. Забросовый мед. Ну, сейчас, видимо, буду работать так, с приоткрытым краном, чтобы стекало. Забросовый мед, кто знает, тот больше кушает забросовый мед. Я вот буду забросовый мед есть в этом году зимой. В банку себе налью и буду его есть. Так, сейчас я как бы так сделаю. А можно вот так и все открыть, чтобы не падал. Вот так, сейчас на барашек. Пускай, чекунька убежит. Вот так вот. О, так вот, отлично. Процесс пошел. Так, ну, я поработал вчера целый вечер качал. Вот заброс тут перемолол. Так он тут сутки стекает. Тут я часть уже забирал. Ну, в принципе, вывалить труда не составит. С этого емкости. Я не знаю, в принципе, без стола-то было неудобно. А со столом просто песня. Все удобно, все стекает. Нормально. Уж какие-то, может быть, тут грехи и есть такие незначительные. Ну, в целом, я очень доволен. Если кто выбирает, рекомендую, этот стол нормальный. Удобно закрывается крышкой. Поработал, закрыл. И потом, когда в межсезонье, тут можно оставить там какие-то свои пчеловодные инвентарии. Какой-то здесь закрыл, все оставил. Ну, помыл, посушил. Ладно, всем удачи, будьте здоровы. Если нравится, ставьте лайки. Пока.